Сегодня 16 октября. Ровно 175 лет назад, 16 октября 1841 года, указом царя Николая I было утверждено первое штатное расписание уездной Самарской пожарной охраны. По табелю предписывалось иметь в штате одного полицмейстера, двух частных приставов, одного брандмейстера, три унтер-офицера, а также 25 пожарных служителей. На вооружении части было 13 пожарных труп, 28 летних и 16 зимних дрог, 16 бочек, 20 ведер, 4 лестницы, 28 багров и 2 топора. А 16 октября 1874 года министр путей и сообщений Российской империи представил царю Александру II доклад об открытии движения пассажирских и товарных поездов по Маршанско-Сызранской железной дороге. Протяженность пути составляла 484 версты, около 500 километров. Одновременно начала действовать ветвь, ведущая от Сызрани до пристани на Волге. Моста через Волгу еще не было, но он уже тогда проектировался и должен был продлить движение поездов на восток. Маршанско-Сызранская дорога, прародительница нынешней Куйбышевской магистрали, имела огромное экономическое значение. Она связывала центр страны с берегами Волги и с другими районами, богатыми хлебом, лесом и многими полезными ископаемыми. В октябре 1891 года в зале коммерческого собрания самарцы услышали одно из выдающихся изобретений 19-го столетия – фонограф Томаса Эдисона. Вот как описывала это событие 16 октября 1891 года «Самарская газета». Аппарат в совершенстве передает манеру исполнения, но человеческий голос выходит каким-то странным, карикатурным, зато духовые инструменты звучат изумительно. 16-й день октября подарил миру много выдающихся личностей. Вспомним лишь некоторых. Известный ирландский драматург, философ, поэт Оскар Уайль. Советский и российский актер, режиссер и сценарист Иван Дыховичный. Известный во всем мире российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Популярный рок-музыкант, лидер группы «Мумий и тролль» Илья Логутенко. Еще один не менее известный музыкант, бессменный лидер группы «Браво» Евгений Хавтан. Экс-игрок и экс-тренер Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Тихонов и прочие знаменитости. А Денис, Павел и Петр сегодня отмечают День Ангела. В старину день Дениса Позимнего, которого сегодня чествует народный календарь, считали крайне неблагоприятным. Наши предки верили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки – злые духи, вызывающие болезни. А еще на Дениса нужно было опасаться сглаза. Против сглаза, порчи и любого другого наговора крестьяне использовали лук, чеснок, редьку и соль. Считали, что соль и редька выедают все злые слова, написанные на бумаге, а запах чеснока и лука пугает нечистую силу. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в 16-й день октября. Хорошего дня и отличного вам настроения!